Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. Хочу сразу представить нашего гостя сегодняшнего. У нас в программе «Диалог» принимает участие Владимир Николаевич Шапкин. Депутат Московской областной думы, председатель комитета по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии. А также член политсовета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в думе. Правильно? И житель Щелковского района, городского поселения Монина, что немаловажно. Здравствуйте. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Почему мы сегодня здесь встретились? Московская областная дума была избрана 4 декабря 2011 года, и в этом году ее полномочия заканчиваются. Правда, это не завтра произойдет и не послезавтра. Но поскольку итоги года подведены, а вместе с ними уже подводятся итоги всей работы за 5 лет опутатов, то Владимир Николаевич сегодня готов уже рассказать об этих итогах, потому что планы на нынешний 2016 год уже сформированы. Что будет сделано, тоже практически все запланировано. Я еще хочу напомнить, с вашего позволения, про ваш избирательный округ, ту территорию, на которой вы работаете. Потому что это не весь Щелковский район. Это район за исключением городских поселений Монина-Фрянова, Загорянский и сельского поселения Медвежье-Озерское. А также городские округа Лосино-Петровский, Фрязино-Черноголовка, Звездный городок, сельское поселение Ямкинское, Нагинского муниципального района. Вот ваша территория, на которой вы помогаете, на которой вы работаете как депутат от «Единой России». Жители Щелковского района и тех муниципальных образований, которые нас смотрят, приглашаю к экранам ваших телевизоров. Звоните, пожалуйста, нам в студию, мы в прямом эфире 56 714 40 714 50. Если ваш вопрос вдруг в эфир не попадет, то на этих телефонах дежурят помощники, все вопросы будут обязательно записаны. Правильно? Обязательно ответим. Вот. Давайте в качестве такого вводного вопроса я, наверное, попрошу вас напомнить телезрителям о тех направлениях вашей депутатской деятельности, которым, собственно, в течение этих 4,5-5 лет уделялось ваше депутатское внимание. Ну, их несколько этих направлений, действительно, коротко напомню. Прежде всего, это законодательная деятельность, и меня она непосредственно касается, потому что я являюсь одним из руководителем одного из профильных комитетов, вы уже назвали, название, но длинное. За это время принято порядка 60 законопроектов. Второе направление – это оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных образований округа в решении задач социально-экономического развития муниципальных образований. Третье направление – это непосредственная работа как депутата, решение вопроса социально-экономического развития с использованием депутатского фонда, который нам дается. Это оказание помощи конкретным предприятиям, организациям в решении различных вопросов, это прием жителей, оказание помощи в решении тоже вопросов личных, ну и, конечно, постоянное информирование о своей деятельности через различные средства массовой информации. Вот, пожалуй, основные направления. Вы сейчас информируете о своей деятельности, но, собственно, не только вы, я так понимаю, что-то идет от президента, информируете еще и в соцсетях, это тоже теперь немаловажно, это тоже такие средства массовой информации, которые, наверное, лучше всего доходят. Ну, это сегодня вошло в обиход наш, поэтому здесь ничего удивительного нет, и практически там тоже кипит своя жизнь, свои есть законы. Спасибо. Ну вот мы, уважаемые телезрители, обрисовали, Владимир Николаевич обрисовал сферу деятельности, по этим направлениям мы поговорим сегодня поподробнее, но начнем, наверное, с законотворческой деятельности. Я вот что подумала. Вы сказали, да, вот это длинное название по имущественным отношениям, землепользованию, экологии, природным ресурсам. На ум пришла проблема, которая в течение вашего выбранного периода была, насколько я знаю, решена. И она касалась всей Московской области и Щелковского района в частности. Это состояние лесов, которое несколько лет им очень не везло, им не везло и законодательно, и природно. Там ураганы, потом засуха, все помнят, это лето страшное, а потом напал жук-караед. И, собственно, исправлять последствия это все пришлось как раз на период вашей работы. Давайте, наверное, с этого начнем. Расскажите, пожалуйста, как проблему решили, какими усилиями, и как сегодня подмосковные леса поживают, Ну, Ирин, я, наверное, бы начал вот с чего решать. По проблему мы только начали. Она только вот сейчас действительно начала решаться на практике. Что касается законодательства по лесам и подготовка законодательной базы, она уже практически завершена. Что я имею в виду? Ну, у нас, во-первых, до 2012 года леса относились к Российской Федерации, и мы не имели права управлять всем этим хозяйством. В 2012 году леса были переданы. Это первый такой законодательный акт, который мы осуществили в 2012 году. Это стало такой вехой, после которого пошел отчет нашей работы в этой сфере. Первое, что мы сделали, это, конечно, выделили из бюджета совместно с нашими, с Госдумой, с нашими федеральными коллегами, порядка 3,6 миллиарда рублей. Для чего? Для того, чтобы нарастить штаты лесников. Ведь к 2012 году их оставалось всего порядка 480. Сейчас это 1200. Мы закупили технику, необходимую для того, чтобы заниматься лесом. Мы создали сеть технических средств пожаротушения. Это станции различные, это водоемы. Проведена огромная работа по осушению раньше. И эту работу мы провели в обратном, что называется, порядке обводнения. И у нас сейчас нет проблем в большей степени с торфяниками. Они, как правило, горят, конечно, но не в таком объеме. Ну и, конечно, самое главное, начали убирать. Восстановительные мероприятия. Да, восстановительные мероприятия. Еще раз повторяю, основываясь на законодательной базе, на том финансировании, которое идет. И на сегодня, можно сказать, этот процесс пошел. В течение трех лет было убрано погубленного жуком короеда леса порядка 25 тысяч гектаров. В этом году мы убрали 7,8 гектара. И практически достигли уровня, когда количество вырубленного леса приравнялось к количеству уже высаживаемых. Здесь есть еще одна проблема, ведь не занимались питомниками. На сегодня порядка 28 питомников уже начинают вновь входить в нормальное русло выращивания того леса, который мы сажаем. Мы обратились к общественности. По инициативе губернатора Московской области Андреевича Воробьева ежегодно два раза в год проводится акция «Наш лес, посади свое дерево». Вот этот комплекс мероприятий нам позволил сегодня начать работу по наведению порядка в лесу. И, наверное, результаты будут не так быстро, как нам бы хотелось. Но будущим поколениям мы должны оставить леса Московской области. И еще немаловажный фактор в законодательном плане сейчас земли лесного фонда – это неприкосновенность, которая действительно сейчас соблюдается. Это, наверное, важно. Спасибо. Не буду я вас просить перечислять все 60 законопроектов, которые вы приняли. Но попрошу, наверное, назвать самые такие, которые полезны. Вернее, не полезны, они все полезны, которые понятны нашим телезрителям. Да, действительно, было бы правильно. Имеют отношение к землепользованию. Да, и знаете, я, честно говоря, вначале и сам-то не понимал многие законы, потому что это для юристов вчитываться и там находить какие-то… Начинаешь законы понимать тогда, когда видишь их реальное действие, что называется, на практике. Ну, назову несколько из них буквально коротко по земле. Вот комплекс законопроектов, который мы приняли совместно с депутатами Государственной Думы, на сегодня позволил нам вернуть в оборот, будем так говорить, земли сельхозназначения. Ведь это очень такая большая проблема. Что мы сделали? Да, наверное, все гениальное просто. Первое – земли, которые не использовались по назначению. Мы увеличили налог на землю с 0,3% до 1,5%. Дальше, конечно, уже нельзя это делать, потому что это вредит уже и тем, кто занимается сельхозпроизводством. По нашей инициативе Государственная Дума приняла тоже изменения в закон и внесло так называемый трехлетний срок, в течение которого, если земли не используются по назначению, то они изымаются по суду. Более того, вот мы сейчас рассматриваем инициативу законодательную уменьшить этот срок до двух лет. То есть один год уже прошел, вот сейчас второй год, и если кто не понял, что земли должны работать... А не зарастать борщевиком, потому что летом очень хорошо видно вдоль дорог. Второй итог какой. Вот у нас, если в 2012 году использовалось порядка 48% пашни земель сельхозназначения, сегодня это составляет 78%. Прогресс есть. Более того, мы в этом году собрали самый большой урожай после 17-летнего периода. Это порядка 400 тонн зерна. Это действительно хороший урожай. Это 32 центнера с гектара. Ну, наверное, вот такие позитивы, они будут идти, и задача поставлена до 2020 года полностью ввести в оборот все земли сельхозназначения. И еще один... Насчет урожая. Это санкции так сработали позитивно. Это комплекс. Заработало сельское хозяйство, в том числе и в Московской области. Это комплекс мероприятий. Кстати, губернатор недавно во время своего обращения сказал, что кто бы мог раньше подумать, что в Подмосковье может быть такое развитое сельское хозяйство. Оно за год так врацет. Оно было, если вот старожилы помнят. Было раньше, да. В советские времена. Оно действительно было на высоте. Мы кормили Москву, и сейчас это можем делать. Вопрос только в том, чтобы землю, а, вернуть, б, повысить спрос на продукцию. Ведь произвести можно сегодня все, что угодно реализовать. Вот это на сегодня является проблемой. Это вот вкратце по земле. Вторая сфера – это, конечно, твердобытовые отходы. И сегодня готова вся законодательная база, чтобы это было действительно прозрачной отраслью, как и в любой цивилизованной стране. Сделать это можно. Первые шаги сделаны. Сейчас прорабатывается программа всей этой подготовки. И что вот я хотел бы пример просто привести. Мы в прошлом году приняли законопроект, который обязывает все субъекты, занимающиеся этой отраслью, войти в так называемый кадастр. Порядка 218 тысяч предпринимателей и организаций, которые занимаются в этой отрасли сегодня. И, знаете, за год только 1% стали на кадастр. Это о чем говорит? Не хотят выходить из тени. Мы в конце вот буквально этого года приняли законопроект, который позволяет тем нерадивым и нежелающим войти в кадастр. Штраф до 300 тысяч рублей юридическим лицам и до 10 тысяч физическим лицам, то есть предпринимателям. И как? Сработало? Сработало. Сейчас с этой работой идет спора. Ну, так просто деньги. Я думаю, что и здесь... Ну, точнее, не один процент уже больше. Больше гораздо. И здесь мы, конечно, наведем порядок. У нас по законопроекту создано сегодня 40 особоохраняемых территорий. И они сейчас активно ставятся на кадастр. Вот сегодня уже порядка 38 этих территорий поставлено. Что это значит? Это значит, что под охрану именно с конкретными границами ставится огромное количество территорий Московской области. Мы должны сохранить и природу. Ну и дальше там много вопросов и по очистке рек, и прудов, и так далее. Это впервые мы начинаем рекультивацию тех свалок, свалок, которые, полигонов, как они называются, которые были закрыты в этом году в Москве. Ну, вот, пожалуй, это из практики вот этой законодательной деятельности, которая приводит к конкретным результатам. И вот тогда уже понимаешь, законодательство, по большому счету, зачем оно, и какие результаты можно достичь путем введения определенных правил игры, то есть законов. А мы, может быть, сейчас послушаем про конкретный результат. У нас есть звонки телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Слушаем. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Это звонят из Щелкова. Владимир Николаевич, подскажите, пожалуйста, у нас есть участок земли на Загорянке. Плата за налог возрос в 4,5 раза. И еще выставили за 12-й год долг. Вообще правомерно ли это, и как это можно оспорить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, эта проблема возникла в этом году. Объясню, почему. Но и сразу хочу сказать, что областная дума по данному вопросу не принимала законопроектов никаких, потому что это принято было на федеральном уровне, изменение в налоговый кодекс. И здесь дано право регулировать земельный налог органам местного самоправления, то есть Советам депутатов. Здесь два момента. Если коротко сказать, то первый – это кадастровая стоимость, которая была введена на основании рыночной стоимости земельных участков. У нас в Московской области самое большое количество во всей стране. Это 3,5 миллиона земельных участков. И причем с достаточно высокой рыночной стоимостью. Мы в течение прошедшего года очень много работали над этой темой. И есть здесь два момента. Действительно, есть ошибки кадастровые. И они очень легко исправляются. На сайте правительства Московской области есть счетчик-калькулятор на страничке Министерства имущественных отношений землепользования. И каждое физическое лицо, имеющее земельный участок, по своему кадастровому номеру можно проверить, правильно ли пришел документ по налогу, соответствует ли он данным. Это первый шаг. Второй шаг, если да, не соответствует, если не соответствует, то в данном случае там рядышком есть телефон и контакты межредомственной комиссии Министерства имущественных отношений и Росреестр по Московской области, которая включается и до судебного порядка исправляет. И вопрос, если это следующий шаг, судебный. Но судебный это достаточно дорого. И, конечно, я хочу сказать, что регулирование уровня земельного налога – это прерогатива Советов депутатов. Вот им не так просто, потому что земельный налог – это основа формирования местных бюджетов. И вот здесь вот золотую середину нужно искать. С общей стоимости участка берется до 0,3, так называемая ставка налога. Но ее можно сделать и меньше, и больше, в зависимости от земельного участка, где он находится, ее размеры и как он используется. И вторая статья, которая пользуется Советом депутатов – это введение льгот. По льготным категориям – это пенсионеры, это малоимущие, это многодетные, это инвалиды. Ну и, естественно, федеральные все льготники, участники Великой Отечественной и так далее. И в завершении, коротко, многие вопросы являются персональными. И здесь, в моей приемной, мы принимаем, если есть такие проблемы, то у меня помощники работают в этом направлении, помогаем конкретно разобраться в том или ином случае. На Парковой 12. У нас еще есть вопрос зрителей. Мы слушаем. Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Вопрос, пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем, но не слышим. Ну ладно. Не дождался человек, наверное. Увы, может быть, перезвонит. Тогда идем дальше. А дальше мы вот куда идем. Когда вы первый раз пришли после выборов к нам в студию, программу «Диалог», вы рассказывали, естественно, что за время предупрежденной кампании собрали много наказов избирателей, из которых сформирована программа действий на предстоящие годы работы в Думе, работы в качестве депутата. Я, наверное, могу уже спрашивать о том, как она реализовывалась, с кем она реализовывалась, с помощью чего она реализовывалась, что получилось, что, может быть, не получилось, что еще осталось в планах. Вот давайте, наверное, об этом поговорим. Да, действительно, я бы вот итоги деятельности по областной Думе и по второму направлению, это работа с органами местного управления, рассматривал с точки зрения исполнения наказов. Да, действительно, в 2011 году их было достаточно много. И здесь я бы еще один такой нюанс внес бы в этот вопрос. Понятно, одному там депутату или даже многим депутатам не под силу решения очень многих социально-экономических задач. Здесь должна работать вертикаль, вертикаль власти. Команда должна работать. Команда. На сегодня Единая Россия сформировала с федерального уровня до местного самоправления вот эту вертикаль. Вертикаль власти, не что иного, как команда, начиная от президента, губернатора и заканчивая органами местного самоправления. Вот в этом ключе решались очень многие вопросы. Понятно, что спрос власти всегда жесткий, и так должно быть. И, наверное, решение тех вопросов, которые были осуществлены за это время, это заслуга команды. Критиковать нужно, и это тоже важно для власти. Почему? Потому что некоторые вопросы и трудно решались, и затягивались, и некоторые до сих пор еще решаются и не решены. И, наверное, здесь жители очень правы в том, что сделали это одно, и, как говорится, должны это сделать, раз у власти. А вот что не сделано, вот это получите, как говорится. Я буквально скажу, что сделано очень много за этот период. Но возьмем по сферам. Вот недавно отчет губернатора Андреевича Воробьева, он как раз по сферам и был, то, что сделано. Ну, в сфере здравоохранения. У нас в марте вводится в строй практически, будет завершено строительство перинатального центра. Вот тогда у нас был запрос большой на родильный дом. Но сделали выше, так сказать, категорию подняли, перинатальный центр. У нас пункт скорой помощи, щелк в половине, где мы находимся, да, на левом берегу. У нас ФАПы сейчас делаются, в Клюкмином мы внесли и в других поселениях в 2016 году намечено. Был большой запрос на аппаратуру дорогостоящую, которая должна быть доступна для жителей. Ну, возьмем тот же томограф, да. На сегодня могу сказать, что задача решена и сейчас идут работы по его установке, наладке. И где-то наши специалисты говорят, с июня, июля он уже начнет, так сказать, работать. В инфраструктуре, о ней очень много мы говорили раньше, сегодня открыт переезд через Чкаловскую или путепровод, как его называют. Или эстакада. Да, или эстакада, которая позволила решить отчасти проблему транспортную. Это мост в Свердловском через Клязьму, который соединился с новым микрорайоном. Это часть Фряновского шоссе от Щелкова до Фрязина расширили. Сейчас прекрасно можно там проехать. Это часть дороги по так называемой бетонке, по Огневскому поселению. Это вот те моменты, которые мы решили в качестве наказов 2011 года. Что касается отрасли здравоохранения, это я уже перечислил, образование немаловажное. Тогда была огромная очередь. Почти 3000 детей в Щелковском районе, да и других муниципальных образованиях округа на очереди, я 3 до 7 лет. Детские садики. Да, детские садики. Сегодня мы эту задачу решили большими усилиями. И 9 детских садов построено. Сейчас в следующем, в текущем году завершено будет еще 3 детских садика. Затем еще там намечено строительство, чтобы уже начать решать вопрос обеспечения детскими садами от 1,5 до 3 лет. Это школы. Вторая смена. Две школы у нас в районе введены. Это в Богородском микрорайоне. В микрорайоне Лукино-Варина. На перспективу в этом году у нас начнется строительство школ в Солнечном и Медвежьих озерах. Как самая острая проблема. Она будет продолжена. Ну, конечно, в сфере спорта тоже много сделано. Ледовая арена построена, начала функционировать. Вот скоро мы введем в строй и спортивный комплекс на Центральной. Недавно, в воскресенье, в поселении был введен в Медвежьиозерском поселении спортивный клуб. Ну, наверное, все уже знают, юнормеец, оздоровительный лагерь. Это тоже было у нас в наказах. Скоро войдет в строй реабилитационный центр для детей-инвалидов в Медвежьих озерах. По благоустройству, наверное, впервые мы перешли к программным действиям. И вот с этого года не менее 10% должно быть в каждом муниципальном образовании комплексно отремонтированы дворы, внутридворовые территории и внутриквартальные дороги, а также установлены спортивные и детские площадки. За это время, приблизительно посчитал, по данным всех муниципалитетов, порядка 50, даже более 50 спортивных и детских площадок установлено в наших городах. И эта работа будет проводиться ежедневно. Ну, наверное, задача в этом году еще стоит дальше. Некоторые объекты мы вот только сейчас начнем делать, потому что по разным причинам. Это мост через Клязьму. А я вот вас спрошу про мост, да. Но сначала до того, как про мост спрошу, хочу немножко, пока далеко не ушли, вернуться к отрасли здравоохранения. Мы, собственно, по всем направлениям достаточно регулярно в наших программах информируем жителей Щелковского района о том, как решаются давние проблемы или недавние, текущие. О томографе говорили давно. Очень давно о том, что он должен быть, о том, что он будет в Щелковском районе. Вот мы подготовили маленький сюжет. Мы уже сейчас покажем. Еще не томограф. Но томограф уже есть. Вот он осязаем, он приехал в Щелковский район. Мы сейчас покажем, давайте посмотрим, где он будет находиться. Уже определено все. И так что первый раз мы показываем настолько осязаемо эту тему. Томограф был получен в нашей больнице в декабре 2015 года. В данный момент он находится на складе. Мы присутствуем в помещении, в котором планируется установка данного томографа. Помещение в черновой отделке. После реализации проектных решений данный томограф будет инсталлирован. Это хирургический корпус, первый этаж. Здесь раньше была старая реанимация. Потом это помещение использовалось под склад. И вот в последнее время мы его готовили под томограф. Хочу спросить Владимира Николаевича вот о чем. А насколько нужно ваше участие? Насколько трудно пробивать вот такие вот проекты? Ну наверняка же это все из здравоохранения, собственно, ушло из района. Это все областное теперь. Областные полномочия. Насколько сложно пробивать для района томограф тот же? Ну наверное в Юнормеец, чтобы восстановили. Мост. Мост. Тот же путепровод. Перинатальный центр, вы говорите, планировалось одно. А в итоге каким-то образом удалось договориться не на просто роддом, а на вот такой вот многофункциональный перинатальный центр. Ну вы знаете, чтобы было понятно, финансирование этих объектов идет из бюджетов различных уровней. Начиная с бюджета Государственной Думы, бюджета Областной Думы, местных бюджетов. Все эти программы решаются на принципах софинансирования. Понятно, что в этом процессе мы все включены. Денег никогда много не бывает. И в области таких проблем в каждом муниципальном образовании куча найдется. Вопрос в том, насколько грамотно, насколько профессионально, насколько убедительно органы местного самоправления, депутаты Московской областной Думы, работающие на территории, депутаты Государственной Думы, докажут и убедят в том, что деньги пошли именно для решения вот этой острой проблемы, вот на этой территории. Это вот такая финансово-политическая кухня, как и в любом деле борьба за приоритеты. И здесь мы, еще раз повторяю, я благодарен нашим главам, нашим депутатам, которые готовили вот эти материалы добросовестно, в срок, с хорошим качеством. Вот, наверное, это послужило результатом того, что мы сегодня достаточно много сделали. И я думаю, что при такой работе и дальнейшие вопросы будут решаться. У нас еще есть те объекты, на которые был большой запрос в 2011 году. Ну, я приведу пример. Например, это диализный центр, который вот уже в марте месяце должен, чтобы не сглазить, начать строиться. Это городской морг, тоже как бы, или дом похоронных услуг, как его называют, большая проблема. Тоже мы уже прорабатываем и нашли варианты. Это дом ветеранов, тоже нашли место и финансирование. Вот, я думаю, что при таком подходе, при командном, при участии всех уровней депутатов и органов исполнительной власти решаются эти непростые задачи. Вот это вот то, что и называется работой в команде. Работой в команде, да. Спасибо. У нас есть звонки телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте. Слушаем, кто дозвонился на... Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Слушаем, пожалуйста, говорите. Да, меня беспокоит вас Щелково-4. Это станция Бахтеванджи. У меня вопрос относительно нашего леса. Вы знаете, у нас там половина деревьев попадала, ничто не убирается. Вот. Сейчас начался лыжный сезон. Заехать в лес просто невозможно. На карьер. Да, на карьер. Вот раньше мы ездили на карьер по прямой дороге. Вот. Теперь пролихать просто невозможно. Вот. Поэтому хотя бы не посадки сделать, но хотя бы убрали бы лес. У нас же есть, наверное, пока еще лесники. Поэтому вопрос относительно нашего леса. Спасибо. Они не просто есть. Вы сказали, что их стало гораздо больше. Спасибо за вопрос. Я возьму его обязательно на контроль, потому что здесь, скорее всего, это лес входит в черту городскую. Как я понимаю, приблизительно понимаю, где это. Я обязательно... Викорайон, Шелково-4. Викорайон, да. Конкретно побываю на этом месте. Самое главное уточнить, кому, на каких условиях он находится, каково на сегодня состояние дел, по финансированию данной работы, с какого уровня. Хорошо, я беру на заметку. Спасибо. У нас есть еще вопрос. Давайте послушаем. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Можно вопрос по тарифам ЖКХ задать? Можно задать тарифам ЖКХ? Ну, раз дозвонились, да. Да, не профиль комитета, но я понимаю. Вы сказали, что у тех, у кого нет счетчиков, тарифы увеличатся в три, с первого марта в три раза, а с первого июня в пять раз. Это действительно так? Спасибо. Спасибо за вопрос. Счетчики на воду. Да, я понял. Счетчики давнишние, так сказать, проблемы и полемика, и информация на сегодня идет. Но я хотел бы вот что сказать. Совсем недавно прошел форум первичных отделений партии «Единая Россия» в Москве и Московской области. И выступал наш лидер партии Дмитрий Анатольевич Медведев. Эти вопросы и многие-многие другие ставили наши сектори первичных отделений. И вам на сегодня могу сказать, что вот решение по счетчикам, оно будет отложено. То есть, и правильно Дмитрий Анатольевич сказал, что это да, конечно, есть проблема, это надо делать, но не сейчас в этих непростых условиях. Второй вопрос, сразу же могу сказать, это расчеты по мусору с квадратных метров. Тоже принято решение проработать вопрос для того, чтобы тариф исчислялся от человека. Спасибо. И много других вопросов. Это тема очень глубокая, тема наболевшая сегодня. Что касается счетчиков на воду, да. Где необходимо просто организационно сегодня наводить порядок, это сфера ЖКХ. Спасибо. Просветили. Наши телезрители. Обещала же спросить про мост в Щелкове и поговорить о нем чуть-чуть более подробно. Вот спрашиваю. Проект моста когда будет? Приблизительно определена территория, да? Да, это район улицы Фабричной, где она заканчивается, где вот есть железнодорожный мост. Многие знают, наверное. А вы там были? А мы смотрим, как вы там были. Понятно, что нужно разгрузить наш главный мост на Пролетарском. И пустить транспорт, по крайней мере, который является транзитным, либо связывает две территории промышленных. Когда мы вот там были с коллегами-депутатами, проходили и стояли на той дороге, которая идет уже с моста вот отсюда, ну, я скажу, что за короткое время там очень много прошло автотранспорта. Причем такого транспорта грузового, обеспечиваются эти промышленные зоны. Вот если мы этот вопрос решим, планы какие? В этом году выделено финансирование на все проектно-изыскательные работы. Следующий год само строительство, то есть срок два года. Это вот планы. В этом году еще не построят? Нет, в этом году не построят. В этом году запланируют. Там достаточно много подготовительных работ. Ведь построить мост, может быть, сам мост, специалисты говорят, достаточно быстро. А вот подготовительные работы, изыскания, проектные и так далее, это действительно, ну, подождем. Спасибо. Ждали дольше. Едем дальше. Наверное, сейчас будем говорить о самом интересном, о том, чем вот конкретно наш депутат у нас в округе людям помог. Это 70 миллионов рублей. Есть направление, которое... На 5 лет каждому депутату выделяется на помощь своему избирательному округу. И вам тоже. Разумеется, я не могу не спросить вас о расходовании. Вы уже все посчитали, на 16-й год уже все запланировали, да, кому вы еще чем поможете. Пожалуйста. Ну, сразу скажу, что я свой отчет обязательно опубликую. Обязательно на все сферы, на все предприятия, организации, куда были выделены денежные средства из депутатского фонда. Я думаю, все будут знать. Мой принцип. Во-первых, денежные средства выделялись на самые острые проблемы. Это раз. Второе. Именно в те сферы, в которых нет финансирования бюджетного, попросту не хватало никогда денег. Руки не доходили. Да, назову несколько из них. И прежде чем распределять денежные средства, ну, например, по социальным объектам, я обязательно это спрашивал у профессионального сообщества. Вот кто-кто, они, конечно, знают свои болевые точки. И второе, вот, например, оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ни одного решения такого, как говорят, волонтаристского я не принимал, потому что здесь подсказка шла напрямую от тех, кто действительно знает, кто нуждается в конкретных денежных средствах. Это органы соцзащиты и это ветеранские организации, которые действительно мне помогали в этом. Ну, несколько буквально цифр и направлений. На Щелковский район, это 70 миллионов, за этот период выделено 46,5 миллионов. На что они пошли и вот в 2016 году запланированы. Прежде всего, самый больной вопрос вот в 2011 году, на мой взгляд, был, это медицина. Но медицина, в общем, понятие достаточно обширное. А конкретно, вот, болевые точки, в наших медицинских учреждениях на тот момент практически не было возможности ездить врачам, терапевтам, участковым и детским врачам по больным на территории, особенно в сельских поселениях. Вот на сегодня мы эту программу выполнили совместными усилиями. Десять машин, из них девять в Щелковском районе закуплено. И все поликлиники, все наши медицинские учреждения обеспечены этой техникой. И здесь же еще одна была проблема, это аппаратура диагностики. Она как раз и для выездных бригад, и для экспресс-анализов наших поликлиник. Эта тоже проблема была во многом решена выделением денежных средств. Почти половина денежных средств пошло как раз на эти программы медицинские. Ну, а никакие нарядные машинки. Ну, да, вот в данном случае это уже история и удовлетворение есть от того, что... Нет, это в течение четырех лет, да, ну, не так просто, надо же и на другие сферы. Вот вторая сфера, это, конечно, образование. Здесь тоже на многие направления было выделено денежное средство, но самым проблемным, я считаю, были дошкольные учреждения, детские сады. И в детских садах есть сферы, которые, ну, больше всего нуждались. Это, например, кухни и бытовки. Представляете, ну, еще прошлого века, наверное, 60-70-х годов оборудование. Практически во всех сельских детских садах, их 19, и во многих детских садах, в том числе и в городах, эта проблема была решена. Современное кухонное оборудование, современная бытовая техника. Ну, и дальше там разные вопросы бытового характера. Вот эта сфера образования. Третье направление. Владимир Николаевич, прерву вас. У нас есть небольшое включение с места, что называется, из одного из детских садов, который как раз, в общем-то, получил от вас помощь. Давайте посмотрим. Давайте. Взаимоотношения с депутатом Шапкиным Владимиром Николаевичем у нас очень тесные, дружественные, потому что мы получаем от него помощь, и причем очень хорошую помощь. Вот в прошедшем учебном нашем году, в 2015-м, мы получили от него сумму в 300 тысяч рублей. На эти деньги мы закупили раздевальные шкафчики для детей в группе, заменили их, очень плохие старые же шкафчики стали. Приобрели аппаратуру музыкальную, приобрели ноутбук для группы подготовительные, потому что у нас есть интерактивная доска, и ей была необходима еще эта аппаратура. На эти же деньги мы приобрели и новые окна в группах. Получилось, где-то в двух группах мы поменяли, ну, четыре окна. Раньше было в группе прохладно, холодно, дети часто болели. Мы сидели дома, в больничном. После того, как поставили деньги на окна, частично их заменили, как раз в нашей группе, мы почти не были. Насколько я знаю, на окна выделил деньги именно депутат Владимир Николаевич. И мы ему очень благодарны, большое ему спасибо за наши здоровые детей. Включение с места. Вот вам, пожалуйста. Ну, и еще бы я хотел назвать болевую точку, которая была, это спорт и культура. И в этом отношении очень много у нас спортивных кружков, которые нуждались и в спортивном инвентаре, и в оборудовании, и в одежде. Ну, и, наверное, культура. У нас ДК, понятно, что особенно в сельской местности, звукоаппаратура, которая необходима, и различное оборудование тоже древнее с прошлого, так сказать, века. Вот здесь очень много пришлось поработать совместно. Я думаю, что вот те основные болевые точки на сегодня решены. На 2016 год в спорте очень большой запрос на спортивные детские площадки. И на денежные средства 2016 года уже спланировано 8 спортивных и детских площадок по территории округа. Я предлагаю еще одно включение с места посмотреть из Анискинского также поселения. Посмотрим, как там работает спортивное направление. Минутку надо еще подождать. Вот что хотела спросить. Если мы с вами сегодня все итоги подвести, обо всем рассказать, в любом случае не сможем. Вы сказали, что отчет будет опубликован, и вот он готовится, да, у вас сейчас? Да. Когда можно будет и где с ним познакомиться, пока сюжет готовится? Ну, я думаю, в средствах массовой информации печатных. Это на сайтах муниципальных образований, где можно войти, на сайте партийном и местных отделений. И, конечно, в соцсетях у меня три странички. Это Facebook, это Twitter, это ВКонтакте. Вот там я полностью опубликую. Ну, и второе направление. Я хотел бы, и, наверное, обязательно это сделаю со своим, так сказать, и отчетом, проехать по всем микрорайонам Щелково и по всем поселениям, где я работал. Мне очень важно теперь, как бы, посмотреть, насколько мы сработали, и понятно, что люди будут задавать другие вопросы. А что дальше делать? И вот этот вот сверить, что называется, часы, я обязательно это сделаю совместно со своими коллегами, депутатами поселений, депутатами районов и с представителями исполнительной власти. Ну, с той командой, с которой мы работаем над выполнением наказов 2011 года. Ну, и работая сегодня, надо все-таки заглядывать и в будущее. Подождите, у нас готово наше почти прямое включение. Давайте посмотрим спортивный сюжет. Наверное, никогда не забудется та встреча нашего коллектива, меня как руководителя, с депутатом Московской областной думы Владимиром Николаевичем Шапкиным. Вот, когда мы с ним вели диалог, я рассказывал о своих нуждах, о своих проблемах. Ну, конечно, о каких-то немножко маленьких результатах. Вот, этот человек постоянно смотрел в глаза. Спустя, ну, наверное, полгода, год, мы были рады видеть Владимира Николаевича Шапкина у нас вот в этом спортивном зале. Весь коллектив его тепло встретил. Ну, и, конечно, были безмерно рады и счастливы. И до сих пор вспоминаем тот сертификат, который он нам привез на 300 тысяч рублей, благодаря которому мы купили два тренажерных снаряда, о которых так давно мечтали. Они до сих пор, они действуют у нас. Снаряды действительно очень по качеству, очень хорошие. Кроме того, еще остались даже немножко денежных средств. Мы приобрели 12 футбольных мячей фирмы «Селект». Вот этот тренажер, сведение и разведение ног, он пользуется особой популярностью у спортсменов и женщин, и мужчин, потому что идет нагрузка на все группы мышц ног. Замечательный тренажер и вообще, как бы, зал очень нравится. Я хожу сюда больше года. К сожалению, это единственный зал на всю нашу округу. Я жительница биокомбината. И для нас, конечно, это как подарок. Телезрители лучше один раз увидеть, как говорится. Еще одно подтверждение того, что действительно вы работали и вы помогали. К сожалению, время программы «Диалог» неумолимо близится к завершению. Поэтому я должна уже спросить вас о перспективах на год наступающий. Он, наверное, непростой, как, собственно, это все понимают и все говорят. Как нынешние экономические реалии в мире, в стране влияют на реализацию ваших планов, которые вы наверняка построили по развитию муниципального образования. Щелковский район совместно с властями района и других поселений, других муниципальных образований. Ну, я здесь вот хотел бы немножко отступление сделать. Совсем недавно делал отчет губернатора Московской области. Вот понравилось, и для меня это как бы легло на душу его слова. Вот розовые очки одевать не надо. Надо, наоборот, на перспективу думать. Именно те побеждают, кто эти планы грандиозные строит, чтобы их просчитать, определить, и тогда будет успех. Это, как говорится, философия лидерства. А что, вот работая на территории, общаясь с людьми, с руководителями, главами, на сегодня, что называется, в сухом остатке? Я больше, чем уверен, на перспективу нам нужно решить очень большую главную задачу. Это создание новых рабочих мест. На сегодня их дефицит в Щелковском районе составляет порядка 49 тысяч. Что означает эта цифра, Владимир Николаевич? Это означает, что люди куда-то ездят работать. И если сегодня люди приходят с какими-то своими бытовыми проблемами, то они завтра могут прийти с очень серьезным вопросом. Мне нечем кормить семью, у меня нет работы. И вот это, я думаю, главным должно быть. Задел есть. У нас в этом году Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление правительства о создании свободноэкономической зоны внедрительского типа «Исток». Это во Фрязино, между Щелковым и Фрязино, где могли бы и жители Щелковского района работать. Работа уже в этом направлении там началась. Второе – это индустриальный парк Черноголовка. У нас в Щелковском районе можно как минимум 4 технопарка сделать. Я думаю, что вот эта работа властей в этом направлении архиважна. Это поступление в бюджет, это рабочая заработная плата. А из бюджета можно решать все остальные социальные задачи, что называется, звено, за которое можно вытянуть все остальное. Второе – это инфраструктура. Все-таки нам, чтобы пришел сюда бизнес, надо сделать для этого условия. Условия инфраструктуры, то есть дорожные, архиважные, за дело есть. В следующем году начнет строиться участок ЦКАД, который пройдет через Огудневское поселение. Это действительно федеральная стройка большая. Это дублер Щелковки. На сегодня все подготовительные вопросы завершены, и он начнет строиться в ближайшее время. Я так понимаю, там была проблема согласования с Лосиным островом, как раз ваш комитет занимался этим. Это Лосиный остров, национальный парк, и там 4 километра мы должны пройти через этот парк. Все вопросы согласованы, взаимозачет по землям лесного фонда сделан. Сегодня идут кадастровые работы по новым границам, и дальше уже нам давно будет возможность этим заниматься. Ну и, конечно, еще один блок вопросов. Нам все-таки нужно решить вопрос благоустройства. Это то есть та комфортная среда, в которой должны проживать люди. Это и капитальный ремонт, это и ЖКХ, это благоустройство дворов. Вот то, что требуют люди. Но это отдельная большая тема, я думаю, что не сейчас ее обсуждать. Вот, пожалуй, все, что на сегодня мне важно на перспективу прорабатывать. И то, о чем, я думаю, что поедем сейчас с отчетами и с беседой с людьми, они ровно об этом будут говорить. Вот и то, о чем важно было вам сегодня донести, да, телезрителей. Еще такой вопрос, заключение хочу спросить Владимира Николаевича. Каков ваш принцип работы как депутата? Я не знаю, может быть, вы сформулируете его двумя словами, может быть, двумя фразами. Вы знаете, вот со временем приходит опыт. Но непременным условием, вот лично для меня является, где бы ни было, чего бы я ни делал, просто оставаться человеком. Спасибо. Благодарю, Владимир Николаевич, за то, что пришли сегодня к нам в студию, приняли участие в программе «Диалог». Напоминаю, депутат Московской областной думы, председатель комитета по вопросам имущественных отношений землепользования, природных ресурсов и экологии Московской областной думы, член полицовета Московского областного отделения «Единая Россия», вот так в заключении, все ваши регалии опять назову, и замруководитель фракции «Единая Россия» в Московской областной думе. Такой гость у нас был сегодня, всегда рады видеть вас в этой студии. Спасибо. Спасибо, что пришли сегодня, спасибо всем, кто позвонил. Все вопросы, я думаю, которые были заданы. Ответим обязательно. И читайте в соцсети. По обратной связи. Программа «Диалог» на этом завершается. Всего доброго, оставайтесь на Щелковском, нам важен ваш интерес. До свидания. А вам удачи. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова